На президентских состязаниях сельские команды продолжают соревноваться в спортивном многоборье. Сегодня участники сдают три спортивных теста. Наклон вперед из положения сидя, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине у юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа у девушек. Не во всех спортивных дисциплинах ребятам удается показать хорошие результаты. Антон Корчигин из Смоленской области потянулся на перекладине 20 раз, выполнил наклон вперед на 30 сантиметров, а в прыжке в длину улучшил свой результат на 4 сантиметра и установил личный рекорд 2 метра 54 сантиметра. Но не всеми своими результатами молодой человек доволен. Хотелось лучше выступить, не получилось, что могу сказать. Ну, на подтягиваниях расстроился пять раз, не засчитали, это всё-таки там где-то возле 10 баллов было бы отрыв. Миляуша Махмутова из башкирской деревни Казмашево активно занимается спортом, поэтому школьница показала одни из лучших результатов в своей команде. Она смогла наклониться вперед на 28 сантиметров, прыгнуть на 2 метра и 3 сантиметра и легко отжаться 54 раза. Я много тренировалась, очень много тренировалась, всё лето. Мы там в лагере лежали с командой, ну, в общем, тренировались очень хорошо. Юрий Яндайкин из Чувашии занимается лёгкой атлетикой и военно-спортивной подготовкой. Молодой человек мечтает стать военным, учится в кадетском классе авангард, поэтому к физическим нагрузкам привык. Юрию удалось потянуться на перекладине 14 раз и прыгнуть в длину на 2 метра 66 сантиметров. Много друзей тут разных завел я. Все очень дружные ребята, болеют за нас. Вот здесь Чебоксарский у нас тоже есть, это друзья. Они из Новочебоксарска приехали, тоже соревновались. Мы за них болели, теперь они за нас. Очень приятно. Завтра сельские команды ожидают бег на 1000 метров. Президентские состязания в Федеральном детском центре смена продолжаются.